ЭТАПЫ ВОСХОЖДЕНИЯ ОДИНОЧЕСТВА Здравствуйте! Добро пожаловать в программу ЭТАПЫ ВОСХОЖДЕНИЯ! Здравствуйте, Рафлайтман. Как дела, папа? Ну, ты знаешь, как мои дела. Вы готовы к еще одной программе? Да. Да. Вам хорошо со мной? Да. А когда я еще могу с дочкой поговорить? У меня нет времени для детей. Нет, это не просто говорить. Мы говорим о теме. И сегодня с вами хочу обсудить тему одиночества. Одиночество. Да. Ого. Да. Да-да. Есть такое высказывание. Человек рождается в одиночестве, живет в одиночестве и умирает в одиночестве. Вы согласны с этим? Я очень согласен с ним. Очень. Я знаю, что вы это очень любите. Да, я это очень люблю. Я чувствую, что я один. И хотя по жребию, судьбе, я всегда нахожусь в центре множества людей. И вот так оно было еще, когда был ребенком. У нас был очень большой двор. У меня был большой... Все, я на нем ездил, как на лошадке, когда был маленьким. Был теннисный стол, футбол. Дома? Да. Ко мне приходили во двор играть. Все дети с окрестных дворов собирались у нас во дворе. Это был целый, как бы сказать, квартал таких домов, и они собирались в этом дворе. Потом, когда я пошел в университет, я жил все время так это... Я помню много людей вокруг себя всегда. И не то, чтобы я был так заводилой. Нет, я чувствовал, что я себя чуть-чуть отстранен. Чуть-чуть... Это характер? Да, это натура. Да и по натуре своей я не нуждаюсь в других. Я готов быть с книгами или с какими-то... Какое-то свое занятие. А тогда почему вы женились? А это вопрос. Ну, чтобы родить тебя и других твоих братьев и сестер. Почему я женился? Ну, ведь есть же люди, что не женятся. Ну, на самом деле я не собирался жениться. Я был очень молод, и мои родители мне сказали, если ты хочешь ехать в Израиль, а тогда было очень тяжело. Я был в отказе, сидел 4 года. Тогда женись. Все-таки двое, это не один. И я женился... Родился твой старший брат, мой сын, Ури. Да. И он уже... Ему было 2 годика, когда мы выехали. Сумели выехать. Но характер не поменялся. Нет, характер это характер, он не меняется. Я остался таким же сосредоточенным внутри, я все время что-то исследую, проверяю, для чего, от чего, почему я живу. Бедная мама. Да. В чем-то, может быть, да. Я даже дома, всегда у меня есть уголок или моя комната, если возможно. И я там. Да. И ты это хорошо знаешь. Да, я помню. И до сегодня. И я думаю, в этом есть большое преимущество. Вы это любите. Но ведь есть люди, которым это очень тяжело, быть в одиночестве. Видимо, они не находят внутреннего развития, их занятия. Они не чувствуют, что они именно через свое внутреннее миро, что могут найти что-то высокое, особое, уникальное. Я не думаю, что, если я, например, философствую с другими, я извиняюсь, что я пользуюсь такой формулой, что я чего-то достигну. Нет, мне нужны более высокие вещи. Но какие? Хорошее общество дает развитие. Да, да. Если мне нужно общество для того, чтобы достичь чего-то, что мне кажется высоким и хорошим, я изберу общество. Я найду. Я пойду в это общество по неволе. То есть, видимо, у меня нет выбора. Но если мне не нужно этого, так нет, зачем мне? Так как же вы, когда изучаете Хаббалу и все остальное, а все еще очень любите быть в одиночестве, когда вы знаете, что общество и окружение так важны? Я делаю все, чтобы быть известным, знаменитым, говорить всем и быть очень популярным перед всеми, хотя мой характер совершенно противоположный. Мой характер сидеть в уголке, исследовать реальность, быть ученым таким исследователем, замкнутым внутри себя. Но вы знаете, насколько общество может помочь. Поэтому я его нахожу. Хотя внутри, да, хотя внутри я по природе своей, конечно же, нет. Все те действия, которые я сейчас делаю, это действия, которые не в соответствии с моим характером, а в соответствии с обязательностью, осознанием важности. А жениться на маме, это не избавило от одиночества, это не решение семейной отношения. Я думаю, что твоя мама точно, как я, по характеру. Хорошо. Да она тоже не такая женщина, которая любит, кроме рамок своего дома. То есть, а вот семья и семейные отношения, это решение одиночества, как вы думаете? Но прежде всего я не знаю, зачем нам надо бежать от одиночества. Да, но тяжело же быть одному. Это нечто иное. Если не тяжело, это не называется, что я в одиночестве. Так мне, тогда все мои вопросы, мои вопросы идут из предположения, что это тяжело быть в одиночестве. Почему мне это нравится, если я смотрю на ученого, музыканта, писателя, на человека, находящегося в творчестве. Да, есть много таких вот, Достоевский, Камю, Ницше, они писали об одиночестве, из-за одиночества создавали поразительные произведения. Ну, так что? Но ведь высшая цель общества, окружения, чье? Философствовать? Быть в толпе? Но ведь вы знаете, сказано хотя бы двое. Нет, это нечто иное. Если я в этом нахожу восполнение, хорошее, правильное, так мне нужен партнер. Мне нужен партнер для моей обычной жизни. Мне нужен партнер, чтобы для моей души, то есть для развития, может быть, духовного, или для развития творческого в чем-то. Да, так люди объединяются, это понятно. Но нужда должна быть в этом. Я должен знать, что это действительно нужно. Я женился, я должен иметь друга надежного, иметь поддержку, чтобы кто-то мне помог. Ну, насколько я способен, насколько я способен, я тоже готов в это вложиться. Знают, насколько я замкнут и не очень. Но у нас есть некий тип восполнения в семье. Конечно, женщина требует большего присоединения. А почему? А почему она требует большего присоединения? Потому что женщина больше зависит от мужчины. Почему? Во всем. Вот так, по духовным корням. Вы это изучали, да. Вы изучали Кабалу в университете? Да, но я не думаю так. Я чувствую, что чтобы достичь, прийти в Кабалу, мне нужно быть в одиночестве, чувствовать пустоту, потом понять высшую ценность общества. И поэтому наш мир сегодня весь целиком скатывается в одиночество. У нас есть 7 миллиардов человек, и каждый хочет замкнуться, и каждый действительно видит, что у него нет связи с другими. Насколько мы наоборот. Все это телевидение, все эти теленовеллы, все эти фестивали различные, все эти вещи. Как бы давайте развлечемся на стадионах. Внутри всего этого человек чувствует себя одиноким, маленьким. Да, потому что наше развитие должно нам показать, насколько нам нужно внутренние объединения, а не внешние. А объединение в душах, если мы понимаем, насколько это важно, насколько это дает нам для духовного подъема, так мы на это идем, у меня нет никакой проблемы. Я хочу быть объединен сердцем и душой со всеми. Но это не называется, что я обнимаюсь со всеми и начинаю устраивать балаган, путаницу в самых разных... На улицах. Да, но ведь и у животных есть это ощущение одиночества? Или нет? Волк-одиночка, говорят. Нет, мы видим, что звери очень привязываются к человеку, к хозяину. Они привязываются к нему сначала потому, что человек обеспечивает их... Да, они зависят от него. А потом привязываются к нему гораздо глубже, животные к человеку. Есть развитие чувств. А между собой животные, в их стаях, нет индивидуализма у животных? Или это... Вот это мой вопрос. Это человеческое свойство или присущее животное? Конечно, это человеческое. Я думаю, что без... Ну, все свойства нам не нужно... Мы должны понять, что все то, что есть в человеке, во всем этом есть нужда, чтобы прийти к контакту с Творцом. Если мы сотрем что-то от себя силой, мы не придем. Поэтому одиночество... Ну, как без этого? Как я могу углубиться в себя? Как я могу прочувствовать, кто я, если Он сотворил меня? Что через то, что я познаю себя, я познаю Его. Ведь весь наш духовный подъем, он в том, что я все больше и больше понимаю, кто я. И внутри себя я постигаю Творца. Но ведь восприятие реальности, в соответствии с наукой Хаббала, говорит, все внутри меня. Это одиночество, это я одна, это я в одиночку, но там внутри я чувствую себя со всеми частями моей души, то есть с другими людьми и с Творцом, который внутри, и все это превращается. Я вся реальность, но в этом я уже не одинок, потому что в этом я совершенен. Ощущение одиночества, откуда оно исходит? Почему я чувствую себя одиноким? Это недостаток, потребность. Если во мне есть некие ощущения, свойства, внутренние пустоты, и мне кажется, что они могут быть заполнены только тем, что я устанавливаю связь с кем-то. Но в момент, когда у меня есть внутренняя связь с другими, и я полностью наполняю себя с ними вместе, они становятся частями моей души, так нет ощущения одиночества. Я как бы включаю в себя всех, но я обобщающий, я включаю в себя всех и становлюсь как Творец. И тогда я совершенен, полон. Женщины в группах каббалистов достаточно изолированы. У мужчин есть поручительство, группа... Нет, женщины не одинокие. Я зажалею сказать, но это неверно. Это опять женские устремления и жалобы. Я скажу почему. У женщины нет надобности в объединении, как у мужчины. У нее нет ощущения одиночества такого типа, как у мужчин. Но ведь женщины вам скажут, что они гораздо более одиноки, чем мужчины. Правильно. Но удовлетворение их одиночества находится на ином уровне. У мужчины, почему на мужчину возложен долг установить связь с другими, возлюбить ближнего, как мужчина, который готов обниматься с другими, готов, но он готов на все с другими. Мужчины между собой могут быть друзьями. Женщины между собой не могут быть подругами. Но ведь они настолько изолированы, одиноки. Конечно. Все потребности, которые есть в природе, всякие свойства разные, в том числе и ощущения одиночки. Конечно, в женщине они сильнее, чем в мужчине. Потому что любой хиссарон, любая потребность в женщине сильнее, для того, чтобы женщина пришла к состоянию, что она обязывает мужчину проделать исправление. То есть мы страдаем больше, мы, женщины, страдаем больше, для того, чтобы обязать мужчину... Да, но женщину приносят в жертву тем самым. Почему? Да, но почему же из-за тебя должна страдать? Но ведь мы взаимным образом здесь находимся вместе. Да ведь это нехорошо. Да, верно. Это не из-за недостатка понимания. Я пытаюсь вытащить из вас... Каждый не понимает, насколько он страдает, потому что он не объединен с другими. А если мы проверим, одиночек выясним природу, как каждый может быть лучше, без объединения с другими. Всегда. И эти будут недовольны или удовлетворены. Но мы должны понимать, что восполнение только путем объединения, взаимного. И только там мы увидим мужчину и женщину, находящихся в совершенстве, в полноте и в наполнении. А до этого всегда будут претензии и жалобы друг на друга, кто больше зарабатывает, кому Творец больше потворствует. То есть у женщин будут возрастать требования. Они придут с этими требованиями к мужчине. Делайте исправление. Да. А мужчины, как Рабаш, как часто говорят, мужчина наслаждается в жизни от многого. Даже когда он просто глядит на красивую женщину. Он говорит, взгляни, он меня обучал на всем жизни. Примеры давал. Вроде бы такому религиозному человеку, каббалисту. Мы идем по улице, он говорит, посмотри на мужчину. Посмотри, от чего они наслаждаются. Они глядят туда, сюда. Посмотри, вот они сейчас глядят на женщину. Мужчина наслаждается, глядя на женщину. Женщина не наслаждается, глядя на мужчину. Нет. Нет, он для нее некий источник наслаждения во внутреннем боли объединения, не внешняя его видимость. Вот так оно. Так, конечно, женщины более... Так я могу сказать, что наша боль не напрасна? Нет, конечно. Боль женщины – это боль малхут. Боль всей природы. Это именно то, что обязывает нас, то, что, как бы это сказать, то, что подталкивает все развитие вперед. Что женщина, ее боль, ее горечь, ее желание – то, что движет мужчины. Хотя мужчина не очень осознает этого. Да, вот сказано, что малхут в одиночестве. Она сидит в одиночестве у стен Иерусалима. Иерусалим, Шхена, малхут. Что это значит? Это значит, что весь Хесарон, вся потребность, вся горечь, вся, как бы это сказать, это все то пустое место, которое надо исправить и наполнить. Оно называется малхут – женщина, нуква. Некев – это потребность, очень большая. Вы сказали, а мужчина – только чтобы помочь этому. Вы хотя бы очень хотели бы быть в одиноком комнате. Да, я так стараюсь, стараюсь, что вы знаете, что у вас есть роль, нет, выход только из-за этого. А иначе я бы сбежал, действительно. И вот, когда смотрят на каббалистов, обратно, мы видим, что действительно были изолированы многие каббалисты. Все, все, вот скажем, в Коцке, Раби Микоцка, Раби Менделл, 20 лет сидел в комнате, в своей комнате, не выходя. Каббалисты предпочитали быть в одиночестве. Почему? Потому что ты работаешь, делаешь исправления, объединяешься с душами, объединяешься с Творцом. А для этого не нужно общество? Нет. Если нужно, так несколько маленькая компания учеников. Но вот Раби Искотска, все эти, Раби Искотска, он на ключ закрыл комнату на 20 лет. Это были особые исправления, которые он проделал. А Большинтов, наоборот, не написал ни слова, а только ездил с места на место и преподавал устно науку исправления, науку Каббала, Большинтов, массам народа. То есть, Ари, он внутри вот так вот не успел написать ничего, все написал его ученик и компания из 5-6 его учеников. Рамхааль, все были с маленькими группами. Сегодня нет выхода. Обязаны распространять науку Каббала даже не всему народу Израиля, только лишь, а быть светом для всего мира. Это то, что извлекает меня из моей комнаты. А иначе, вы все знаете, я бы закрылся внутри, и все, и не выходило бы. Наслаждение самое большое, когда я нахожусь с книгами, с этим ощущением, с этими душами, со всем тем, что мне... Я знаю, в это время, когда вы работаете с Зор, вам нельзя мешать. Никто не входит. Я хотел вас спросить о книге, которую вы написали. Волшебник, печальный волшебник. Я не знаю, есть ли она... Но я взял цитату. Волшебник — это творец. И вы написали. Творец даже не знает, что есть где-то волшебник, который создал его, который ждет его, и не знает, что его ждут. Ведь очень грустно быть одному. Но ведь одному — это со стороны Творца. Поэтому Творец сотворил творение. Вот так я объясняю. Конечно, это только маленькая часть объяснения, которое можно выдать нашими словами. Потому что наш язык слаб для передачи таких... И человек тоже, если он не пришел к объединению с Творцом, он всегда себя чувствует в одиночестве. Ведь наша потребность идет из объединения, первого объединения с Творцом. А уж потом мы начинаем нисхождение, разделение. И в нашем мире я должен объединиться с женой, родить детей, быть объединенным с друзьями и так далее, и так далее. А потом я раскрываю, что мне ничего не надо делать, а только вместе, но с ним, с Творцом. Это называется Исраиль, Тора и Творец едины. Да, едины. Тогда приходит совершенство. Потому что потребность идет из этого высокого, высшего уровня, из той точки, где все мы были объединены вместе и еще вместе с высшей силой. То есть наше одиночество до самого конца пути. Только там мы получим восполнение. Это вызывает одиночество. Быть одним рабом, учителем среди множества учеников, я не знаю. Не знаю. Вы бы хотели... Я даже не думал... Вы бы хотели, чтобы были еще люди такие же, как... Да, в духовном нету. В духовном нет конкуренции. Нет, ни со стороны конкуренции, ни со стороны не чувствовать себя. Я был бы очень рад, если бы появилось множество организаций, которые стремились бы к этой же цели, и все мы бы, конечно, пришли бы к этому гораздо быстрее. Мы бы в пути объединились. Каждый может быть по своей методике, чуть-чуть различной. И каждый может быть в соответствии с темпом или как-то иначе. Но неважно. Мы бы все объединялись в некоем месте, если даже не в самом начале, и стремились бы вместе. Но, к моему сожалению, все же пока еще не пробуждаются такие организации. Но я думаю, это скоро будет. Может быть, это уже будет в таком виде, что мы все объединимся и придут сюда и отсюда, и сначала мы так вместе и пойдем. Я уверен, что по методике Бааль Сулама, который дал нам всю науку Каббала в таком виде, который подходит нашему поколению, тем душам, которые в нашем поколении спускаются в мир. И только с помощью такой методики можно это сделать. Ну, жизнь покажет. Увидим. Но когда вы видите учеников, вы хотели что-то сказать? Нет, нет. Когда вы видите учеников, что они рады между собой, вы не хотите присоединиться к ученикам? Прежде всего, я очень рад, что они объединяются. Я знаю, что это объединение учеников, оно частично искусственно, не из истинных ощущений, истинной потребности в объединении, чтобы достичь духовного Творца. Но это в пути. И поэтому я очень рад этому. Я нахожусь с ними в объединении, среди них, без физического проявления там. Вы бы хотели быть там физически? Да и нет. Иногда я вижу, что да, стоит и нужно. Так вы сидите с ними, да, участвую с ними. Но это все-таки очень вот так вот. Иногда. А если бы была возможность выбрать, вы бы предпочтите быть частью группы учеников вместе с ними, или именно быть на своем... Нет, нет. Я жду их на более высоком уровне, чтобы они достигли вашего уровня. Да. Здесь есть вопрос, когда учитель должен быть учителем, а ученик... Но если бы была возможность, вы бы предпочли быть не учителем, а учеником, но если бы я мог сидеть с таким учителем, не знаю, с кем. У меня есть связь с рабашем, есть связь через него с силами, которые... те имена, которые мы думаем, что это люди, которые были нашими... Но каждый из них представляет духовную силу, некое свойство особое в общей душе Адама решен. Я не чувствую, что надо иначе. Я не... Нет, нет. Вот так предписано. Это выходит в совершенстве. Выходит правильно. И надеюсь, что мы вместе достигнем вот так вот объединения между нами на уровне гораздо более высоком. Совершенно. С Божьей помощью. Большое спасибо, Папа, чтобы не быть в одиночестве. Да, очень грустно быть в одиночестве, но надо в этом быть, чтобы прийти к объединению. То есть в одиночку это не зря. Большое спасибо. Спасибо, дорогие зрители. Ждем вас в следующей программе. Всего доброго. Этапы восхождения. Субтитры сделал DimaTorzok